Привет, мои зрители, друзья и так далее, мои хорошие. Хочу немножко ответить на ваши вопросики, пообщаться с вами, потому что многие задают первый вопрос. Как себя вести, когда на сайте вы знакомитесь, когда вы едете в Турцию и так далее. Первую, что они за вас думают. Доплюньте на то, что они о вас думают, мои хорошие. В первую очередь, себе заложите в голову. Вы нас смотрели сериалов, и вам кажется, что вы едете к королям, принцам. Это обычные люди еще, они только орут, они вспыльчивые, но послабее украинца и русского. Понимаете, наши мужчины, они более безбашенные, мало говорят, много делают. Понимаете, вы едете сюда, к человеку, с которым мы познакомились на сайте. Даже если человеку 40-50 лет, вы можете попасть, что у человека 55-60 лет ни хрена нету в этой жизни, кроме съемной квартиры, понимаете, и так далее. Они, допустим, мои хорошие, потому что богатые люди на сайтах сидеть не будут, и вы с ними там не познакомитесь. У кого есть дофига денег и дофига недвижимости, они, ну, культурные по-другому люди. Так, вы познакомились, допустим, с людьми. Знаете, почему я так говорю? Потому что я за три года много чего увидела. Я общаюсь с бизнесменами, которые здесь живут так, как и я. Ну, у них есть свои бизнеса, есть свои дома. Что они говорят? Я сейчас много чего вам открою глаза, мои хорошие. И вы, и я знаю, что меня будут камнями кидать, не понравится многим, потому что я скажу вам правду. Потому что вы все спрашиваете у меня, как себя вести. Обыкновенно вы едете к простому человеку. Ну, я даже не могу сказать, что среднему. Потому что если человеку за 30 лет, у него должно быть или 35 лет хотя бы какое-то жилье. Если есть тачка, и то может быть кредит, мои хорошие, турки помешанные, допустим, смотрите. У него не будет ни жилья, ни хрена не будет. У него может быть машина в кредит. Очень мало хитрых людей, которые очень пробивные. Бизнесмены. Это более в возрасте. Они как бы это все наигранно делают. Смотрите, в кредит телефон, айфон будет. Он может деньги взять в кредит, чтобы вам покупать билеты. Ну, на шмотки. Короче, здесь такой народ. Много говорит, мало делает, мои хорошие. Поэтому. Наши повыходили замуж здесь. И советы раздают, что они думают о наших славянках. А вообще о наших бабах, да. Будем так прямо говорить, что они думают. Они кто такие, что вы думаете? Понимаете, мои хорошие? Да вы там, допустим, как вы живете? В собственном доме, да. Даже если молодая, это родители и дом. Ваши родители добились. Вы сюда едете к человеку, допустим, 40 лет. Я вам говорю, 40 лет. 50 есть. 60 есть. Что ни хрена у него нету. Он на съемной квартире, допустим, да, живет. Вы едете к нему жить. Он сначала вас балует. Может, на какие-то деньги, да. Может, отложенные. Но как это так? В таком возрасте ни кала, ни двора. Если есть какая-то квартира, это подумайте. Спросите у него, откуда у тебя это жилье. Ты что ли добился, да? Это у тебя жилье попало или от бабушек, дедушек, или какое-то наследство. Понимаете? И то приходите в какой-то кошмар. В Стамбуле нереально, чтобы было у кого-то свой дом, бизнес. Потому что, ну, чтобы там сидел на сайте, это очень с другого города. Понимаете? В Стамбул это очень, как бы, очень дорогое жилье. Поверьте, этот человек себя будет чувствовать очень богатым человеком. Потому что у него квартира очень большое бабло будет стоить. Стамбул дорогой город. Я вам говорю так, как есть. Во-первых, Стамбул очень продвинутый город. Такой точно, как Украина, как Россия. Потому что они очень хитрые. Смотрите, они бухают так, как и наши. Может, еще намного больше. Просто почему они не ходят такие чокнутые, как пьяные? У нас есть самогонка по дешевке. Это я по своему опыту говорю. У меня 20 лет ресторан. Я видела много чего. Ну, как бы, в наших странах это нормально. В этой стране я удивлялась сначала. Сейчас я уже привыкла, мои хорошие. Понимаете, их раке водка не вставляет. И оно дорого очень. Они себе не могут позволить, как наш человек, выпить 10 бутылок пива один. Допустим, да? Может себе, потому что у нас алкоголь дешевая. И они нажрутся, и черти что показывают, вытворяют. Вы это все видите. Здесь вы мало видите пьяных человек. Потому что вы выпьете 2-3 стакана этого раке. Оно вам не вставит мозги. Я многими в компании сидела. Я думала, в наших соведениях 200 граммовый стакан. У меня бы уже вырубился человек. Понимаете? Хотя бы ходил, танцевал. А здесь разговаривать нормально. Потому что я даже никогда водку в жизни не пробовала. И раке попробовала. Что это такое? Оно меня даже не вставило. Понимаете? Мне мартини вставят. А раке это как вода. Дальше что я вам хочу сказать. Пойдите в такси. Посмотрите, мои хорошие. Я хожу туда. Мне когда говорят, мои хорошие, что вот это не турки. Я вам видео снимаю. Идите. Там есть улочки специально. Где есть дискотеки. Где вот эти танцы. Пойдите. Вы будете в шоке. Как будто вы в России и Украине. Что вы посмотрите? Я не буду много чего лишнего говорить. Потому что люди меня и так ненавидеть будут. Идите. Смотрите. В любой магазин. Да? Мужской отдел. Мужской отдел. Заходите. Какие вещи шикарные. Мужчина. Зайдите в метро. Где бы вы не видели. На улице. Как он красиво одет. Пахнет. Про женщин. Обратно я буду говорить. Что я не люблю? Манго. Заро. Байшко. Катон. Это. Ну все эти дешевые марки. Что я их не люблю? Ну как. Не дешевые средние. Потому что на женщины. Как они меряют. Все на полу. Вы покупаете шмотки. Мои хорошие. Которые на полу валяются. Потому что бардак. Я допустим. Хочу себе найти шмотку. Я могу ходить пять. Минимум раз. Чтобы я себе что-то выбрала. Потому что в таком дурдоме. Я туда не хожу. Я ищу акции. Где подешевле. Понимаете? И так далее. Мои хорошие. Ну. Это много. Можно об этом говорить. Смотрите. Или наши женщины. Которые повыходили замуж. Да. Она живет 20 лет. О чем вы будете говорить? Вы за 20 лет. Где вы были? Даже 5 лет. 2 года. Где вы были? У его родственников дома. У этих подружек. Где вы ходите? Фирмы какие-то. Магазины. Другое. Где вы ходите? Вы развиваетесь. Вы что видите? Вы что видите? Что эти турчанки вам показывают? Вот это нельзя. Вот это надо подстраивать. Да пошли они к черту. Понимаете? Под вас должны подстраиваться. Если вы умная женщина. Что-то в жизни себя представляете. Что-то добились. Вы неужели должны думать? Что они думают? Они даже. Ну. Как бы детей нормально они воспитывают. Смотрите. У меня сыну было год. Он уже на горшок знал ходить. Понимаете о чем я говорю? Здесь два годика. В памперсах ходит ребенок. Смотрите. Я смотрю кафе. Мамка идет с тремя детьми в кафе. Взрослые. Это не детское кафе. Какого хрена? У нас есть детские кафе. Наши бабы. Которые здесь повыходили замуж. Дети по столу ползают. Эти все сервировка бросают на пол. Орет как бешеный. Понимаете? Это принц принцесса. Потому что им все можно. А здесь просто не принято сказать. Встали и вышли отсюда. Как в наших странах. Не позволили бы такое. Понимаете? Это взрослое заведение. Например. Я иду покушать. Мне неприятно. Дурдом такой творится. Понимаете? Ну в каком-то ресторане. Что дети вытворяют. Если ты как можно идти. Пришла покушать. Тогда. Ну короче. Это много можно говорить. Мои хорошие. Я вам так говорю. Что. Здесь. Смотрите. Еще. Мужчина. Допустим. Пять раз в день молится. Да? Он курит. Ну это понятно. Не пьет алкоголь. Не пробовал. Они проституток себе снимают. И не один раз. Поверьте мне. Женам изменяет. Потому что у них такая жизнь. Естественно. Когда я прихожу. Допустим. Вот. Чего они меня не полюбили. К родственникам. Да? Мне показывают в телефоне. Смотрите. Вот. Мне показывают в телефоне. Сколько у него там фотографий. И так далее. Да? А говорю. А почему у жены нету? У него сколько костюмов? Сколько одежды? А женщина или закрытая? Почему? Говорю. У нее нету. Ни парфюмери. Ни косметики. Понимаете? У меня Кемаль говорит. Я когда-нибудь чокнусь. Что у тебя творится? Сколько у тебя косметики? Я говорю. Это? Это много? Это мало? Когда я работала. У меня вот. Не хочу об этом говорить. И так далее. Мои хорошие. Понимаете. О чем я говорю. Видите. Я захожу в ванну. У мужчин все есть. Понимаете. О чем я говорю. И женщина мне показывает. Допустим. Даже в видео смотрю. Сколько у него там джинсов. Обуви. Марки разные. Ты иди свое покажи. У тебя дешевые это вещи. Наши. Наши. Которые выходили замуж. Ты показываешь сколько у турка есть. Ты такая уверена в своем турке. Они такие хитрые. Вот эти турки. Понимаете. Он скажи. Что ты его бросаешь. Даже у кого есть деньги. Он что. На тебя что-то перепишет. Что-то тебе даст. С голой жопой улетишь отсюда. Понимаешь. О чем я вам говорю. Или будет плакать. Чтобы вы пожалели. Что на коленях ползать. Что он изменится. На некоторое время. Понимаете. Потому что они вспыльчивые. Орут. Они ни хрена не делают. Так как делают наши мужчины. Вот это я увидела. Во-первых. Я много хожу. Мои хорошие. На всякие заведения. Понимаете. К друзьям. У меня молодежь. Они открываются. Показывают. Они покруче наших. Поверьте мне. Более открытые. Более свободные. Они настолько знают. Развинутые люди. Что вам и снилось. Что допустим. Мне говорят. Что они здесь другие. Надо. Что они обо мне думают. Смотрите. Есть такие ситуации. Да. Что в автобусе. Да. Вот женщины сцепились. Толкали. Я хотела много раз видео снять. Понимаете. Они ругаются. Чуть не дерутся. Орут. Но вы же две. В автобусе что ли. Блин. Сидите. Это ты не в своей машине. Не в своем автобусе. Людей куча. У меня уши залаживают. Они чуть не дерутся. Между собой. Орут. Пакости. Гадости. Говорят. Никакого стеснения. Нету. Что на вас смотрят люди. О чем. Извини. Столкнули друг друга. Да. Что это такое. Понимаете. О чем. Много таких ситуаций. Я хотела снять на видео. Мне Кемаль не дает. Вот это снимать. Потому что он боится. Что будет. Во-первых. Что я еще хочу вам сказать. Да много чего. Понимаете. Наши женщины. Вот это меня бесит. Что. Когда. Допустим. Обсуждают других людей. Что. Здесь понты. Вот эти. Таки дают. Что. Шмотки дорогие. Показывают. Что. Как они одеваются. Как они выглядят. За собой следят. Как гуляют. Мои хорошие. Чтобы вы знали. Если ты живешь 20 лет. 5 лет. И сидишь дома. Понимаете. Допустим. У меня крыса едет сидеть дома. Понимаете. Потому что я привыкла в жизни что-то добиваться. Работать. И так далее. Понимаете. И поэтому меня обгуливают. Я и так экономлю деньги. Допустим. Да. Я хожу пешком. Ну. Как бы стараюсь для себя. Чтобы похудеть. Спортом занимаюсь. Но. Допустим. Кемаль. Он знал. Каких я условий. Все видел. Где я езжу. Чем я занимаюсь. Как я работаю. Понимаете. Этот человек. Ничего мне не может сказать. Потому что я никогда не вру. Я показываю все. Что есть. Есть у меня проблема. Скажу. Есть у меня проблема. Как надо выйти с них. Постараюсь выйти сама. Понимаете. О чем я вам говорю. Здесь женщины. Пытаются обсуждать. Пытаются что-то учить. Я вам говорю. Мне. Кемаль говорит. Что здесь люди живут много лет. Турки. Настоящие. Они не знают Стамбул. Понимаете. Чтобы. Не надо лениться. Не надо только. Бла-бла-бла-бла-бла. Сидеть на своей кухне. Вот. Понимаете. Кушать. Готовить. И вы все знаете. И обсуждать таких людей. Как я. Понимаете. Вам. Чтобы. Я не хочу никого обижать. Я знаю. Что все сейчас будут. Мне камнем кидать. Но мне пофиг. Понимаете. О чем я говорю. Я делаю то. Что я хочу. Мне тоже говорят. Что ты доиграешься. Улетишь. На свою родину. Мне нравится Стамбул. В первую очередь. Я это прямо говорю. Кемаль об этом знает. И его дети знают. Да. Мне нравится Стамбул. Ты тоже не местный. Понимаете. О чем я говорю. В первую очередь. Мне интересно. Я не вру. Если придется. Поеду. Придется. Вылечу еще раз. Понимаете. Я не боюсь. Я ни за кого не держусь. Понимаете. О чем я говорю. Мне не надо много кушать. Мне не надо шмоток. Мои хорошие. Потому что за свою жизнь много заработала. Мне здесь свои шмотки. Что Кемаль мне такие дорогие не покупал. Какие у меня здесь дубленки. Есть за свое бабло. Которое я заработала. И очень дорого. Понимаете. То что я покупала. Мои хорошие. То что он мне золото дарит. Я диаманты покупала. И своей дочке подарила. У меня комплект диамантовый есть. Понимаете. Я своими мозгами это зарабатывала. Сюда я приехала. Пусть идет мне купить. Такой как у меня. Вот сережки. Колечко. Набор. Пусть идет купить. Ему 25 лет. И сколько бабло я дала. Иди. Такой же. Карат купи. Иди купи здесь. Да вы что. Понимаете о чем я говорю. Кто-то что-то меня будет воспитывать. Этого не будет никогда. Мои хорошие. Да. У меня характер жесткий. Я могу оказаться на своей родине. Из-за своего характера. Потому что я не привыкла никого терпеть. Смотрите. Моя дочь. Да. У нее был мужчина. Она отказалась. Поверьте. Она на БМВ дорогой ездила. Квартира в дорогом сити районе. Этот человек до сих пор постоянно молится на нее. Она отказалась. Потому что он много не делал. Он пытался ее закрыть. Я говорю. Дочь. Ты не хочешь с ним начать отношения и так далее. Говорит. Мама. Он не будет это. Чтобы я работала. Чтобы я что-то добивалась. А у нее кровь моя. Человек. Понимаете. 25-26 лет. Она не будет. Она хочет что-то добиться. Я не буду говорить. Получится. Один бог знает. Но она старается. Она работает. Она не сидит. Понимаете. Какой характер. Она такая. Что она все бросит. Допустим. Другая баба бы на это все приехала. Как он ей одевал. Он ей давал 500 долларов в месяц зарплату. Чтобы она сидела. Она от этого отказалась. Кроме этого. Кормила. Одевала. Потому что человек хочет добиться сам. Понимаете. Она будет спать на полу. Она уедет домой. Она будет кушать. Хлеб и воду. Но она не откажется. Понимаете. Потому что человек привык что-то добиваться сам. Характер гордый. И он сегодня. Вот. Мы сидели в ресторане. Мне говорит. Как мне ее вернуть. Что делать. Я говорю. Ты вот смотри. Сидел в салоне. Видел. Как она с патроном разговаривает с этим. Хозяином заведения. Да. Где она арендует. Как она ведет себя. Допустим. Как она мутки делает. Что-то делает. Развивается. Я не буду об этом говорить. Потому что говорит счастье любит тишину. Понимаете. Ты уже ревнуешь. Ты в шоке. Как этот ребенок мог добиться столько за такое короткое время. Он в шоке был. Понимаете. Насколько у него влиятельных друзей появилось. Понимаете. Это то помогает. Допустим. Да. Что я хочу сказать. Ну. Много чего. Я не хочу. Потому что много смотрите. Я не хочу. Зависти боюсь. Потому что это моя дочь. Я хочу. Чтоб она была счастлива. Чтоб у нее ничего. Как бы не валилось. Пусть идет с Божьей помощью. Понимаете. О чем я говорю. Другая баба бы приехала. Ты что. Он плюс. Красивый. Симпатичный. Все. При нем. Понимаете. Она такой характер. Мам. Я хочу сама. Видишь. Он ревнует. Смотрит. Он не даст мне. Вот так. Свободы. А я хочу добиться. Она хочет иметь свой бизнес. Машину. Свой дом. Она не может жить. Хотя. Говорю. Лиля. У него есть хорошая машина. Дорогая. Ты ездила на ней. Во-первых. У нас есть. Я выставила там. И видео. Как она за рулем. Это его. Понимаете. Этот. Дорогой элитный район. Это его квартира. Собственно. Ни кредит. Ничего. Это его. Она все бросила. Вот это. Понимаете. Он до сих пор. Клянусь вам. Ходит. И надеется. Что он ее вернет. И я не знаю. Он даже похудел. На 8 килограмм. За 3 месяца спортом. Занимается все. Чтобы ее вернуть. Он смотрит на нее. Такими глазами. И считаете. Что. Поэтому я вам говорю. Не надо бояться. А вы сидите дома. Вы вот. Меня обсуждаете. Допустим. Что. Вот я такая-секая считаете. Вы не бойтесь. Если вы едете сюда. Им бог дал все на блюдочке. Да. Море. Вот это. Тепло. Красоту. Что. У них все рождается. Понимаете. Вы едете к обычным простым людям. Вы не едете. Эти сказки насмотрелись. Что они о вас думают. Это на сайтах. Поверьте мне. Которые сидят люди. Они. Даже нельзя сказать. Средние. Потому что. Средний человек. Хотя бы в 40 лет. Имеет свое жилье. Или какую-то тачку. Нормальную. Не дешевую. Понимаете. О чем я вам говорю. Вот. Мои хорошие. А то. Что вы сидите дома. Детей сделали. Потом это самое. Конечно. Вы не будете делать. Как наша женщина. Плюнет. И пойдет на 2-3 работах. Будет работать. С двумя детьми. Но она мужчину терпеть не будет. Понимаете. Характер свой. У меня в принципе. Так было в Украине. Допустим. Мои. Вот. Официанты. Бармены. Они работали еще на заводе. Говорю. Я говорила. Девочки. Вы умрете. Понимаете. А я сама такая была. Понимаете. О чем я говорю. Встают сами. Здесь нет. Куда она пойдет. Ты что. Моя дочь. Знаете. Сколько она терпела. Сколько в салонах. Работала на начальство. Чтобы это. Зарабатывать свою копейку. Человек. Я 500 баксов платил. Она пошла. Зарабатывала. В день 100 лир. Это было 20 баксов. Как она пахала. Она принимала 16 клиентов. Маникюр. Говорит. Мам. Спина болит. Но она не сдавалась. Говорю. Он же тебе дает 500 долларов. Говорит. Мам. Я сама хочу. А сейчас она сама на себя работает. Она сама начальник. Понимаете. О чем я вам говорю. Поэтому считайте. Чтобы осуждать. Чтобы говорить. О каких-то традициях. Вы можете. Потому что вы сидите. С родственниками дома. Там. Я не знаю. Сестра. Мужа. Какие там. Невестки. Родственники. Друзья. Мои хорошие. Да не судите вы весь. Турецкий народ. Здесь обычный. Современный народ. Вы не ходите. Ни по дискотеках. Ни ночных заведений. Ни на фирмы вы не ходите. Нигде работу дают. Ни вы ничего не добиваетесь. Вы только. В таком кругу. Маленьком. Понимаете. То что вы видите. Вот это. Своими глазами. Вот. В старых обычаях. Понимаете. О чем я говорю. Вот это вы рассказываете. Потом обсуждаете. Таких. Как я. Людей. И тоже. Улечу. Улечу. С Божьей помощи. Как Бог даст. Так и будут. Я вам показала в своих двух видео. Мои хорошие. Какой я бизнес оставила. А у Кималя нету ни черта. Понимаете. О чем я говорю. А какой я оставила бизнес. Ради него. Он закрытые три года. Сейчас пытаюсь сдать в аренду. Я сделала документы на сцену. Чтобы сдать в аренду. Какой дом я оставила. Считайте. Какие удобства. Условия. И допустим. Что я оставила. И приехала сюда. На съемную квартиру. Я люблю Стамбул. И еще за дочери более здесь. Понимаете. Пытаемся. Ну. Как Бог даст. Я только боюсь Бога. И. Мои хорошие. Не думайте. Что о вас. Турки. Будут думать. Чтобы. Думать. Им надо. По крайней мере. Быть похожими на нас. А то. Что. Много говорить. Умеют все. Это все на игры. Я вам еще раз повторяю. На сайте. Нету. Людей. Которые идут. Богатые люди. У кого что-то есть. Обычно. Все на сайте. Очень редко. У кого-то есть жилье. Мои хорошие. У кого-то что-то есть. Очень мало людей. Богатые люди. Они. На сайт. Так не сидят. Поверьте мне. Так что. Так. Мои хорошие. Что еще. Какие будут вопросы. Задавайте. Много. Я буду отвечать. Потому что. Вы много мне задаете. Я отписываю. Каждому. Я не могу. Хотите. Смело езжайте. Сюда. Не бойтесь. Они обычные люди. Такие. Как наши. Мои хорошие. А наши. Здесь. Вас пугают. Сидят дома. Они. Подстраиваются. Понимаете. Меня это бесит. Какие у них. Счастливые браки. Как они хорошо живут. Да. Конечно. Потому что. Тебя устраивает. Понимаете. Допустим. Покушать. Одеть. И есть у тебя где спать. Ты не работаешь. Ты ничего не думаешь. А я требую. Понимаете. Я требую. Хочу это. Меня не интересует. Понимаете. Требую. Быстро иди. Быстро говори. Быстро делай. Быстро работай. Поэтому я и ругаюсь. А они. Считайте. Что они требуют. Она сидит дома. Считайте. Показывает. Какую еду она жрет. Да. Вообще убивает меня. Это. Понимаете. О чем я говорю. Я уже повторяюсь. Показываю шмотки. Показываю еду. Так как и все другие. Но говорю. Просто наши. Меня. Это. Подкалывает. Обсуждает. Которые здесь замужем. Но не именно в Стамбуле. В других городах. Понимаете. Что. Я. Из себя что-то представляю. Мои хорошие. Если вы. Будете себя любить. Уважать. Понимаете. Что-то в жизни. Из себя будете представлять. Добейтесь этого. Просто цените себя. И любите. Тогда вас будут. Мужчины любить. Понимаете. О чем я говорю. Они. Я должна подстраиваться. Я буду подстраиваться. Если меня будет уважать. Синить. Если нет. Ого. Мои хорошие. Не на ту вы напали. Хе-хе. Ого. Синяя.